Добрый день! Я начну тогда, да, и мы продолжим развивать тему. Коротко, суть вообще сегодняшнего мероприятия, да, почему мы здесь собрались. В первую очередь мы хотим презентовать мероприятие, вот именно бизнес-тренинг, флагманский тренинг Радислава Гондопаса. То есть я не ошибусь, если скажу, что это самый крутой бизнес-тренер в России, и это, в общем-то, подтверждают и остальные бизнес-тренеры. То есть это общепризвано не только моё субъективное осуждение, но, в общем-то, и объективный факт, объективная реальность, которая, в общем-то, в бизнес-сообществе разделяется. Поэтому мы считаем, что тренинг, который состоится в Архангельске 25 ноября, который называется «Пан или пропала идеология лидера и идеология победы», тренинг Радислава Гондопаса, он является таким значимым бизнес-событием вообще для сообщества Архангельска, для архангельских предпринимателей, как тех, кто уже давно занимается бизнесом, так и тех, кто только начинает свои шаги, ну и вообще для всех людей, которые хотят добиться успеха. То есть вот по тому, кто идёт именно на тренинг, мы уже определённые осуждения можем делать. Это и просто люди, которые хотят добиться какого-то успеха в своей профессии, добиться успеха в жизни, и не только это собственники бизнеса, это и руководители, первые лица компании, руководители среднего звена, руководители определённых госструктур, госкомпаний, чиновники. То есть достаточно широкий такой слой населения, и определённый ажиотаж, да, тоже есть, это заметно на самом деле, потому что мы проводили мероприятия вот подобного рода, по маркетингу Игорь Ман был у нас, и, соответственно, там такая узкопрофессиональная направленность, чисто бизнес, и это было чётко заметно, то есть здесь ажиотаж вообще среди населения, потому что Радислав Гантапас – это такая звезда вообще в бизнесе, и, соответственно, он как тренер выступает очень много в России, то есть по не одному десятку, 20, 15-20 тренингов бывает в месяц проводит. И также занимается консалтингом, его услугами пользуются все практически крупнейшие компании России, то есть это банки, Альфа-банк, Сбербанк, Билайн, Мегафон, какие-то сырьевые компании, Норникель, Сибур и так далее. И, конечно, госструктуру, это и депутаты, и правительство, и вообще Российской Федерации, то есть это уже говорит о каком-то статусе. Я думаю, мало кто из бизнес-тренеров может похвастаться. И, соответственно, вот сегодня мы хотели бы коротко ответить на ваши вопросы, пояснить что-то, возможно, какие-то вопросы, которые вам интересны относительно этого события, потому что на самом деле я бы сказал, что да, вот на Ганда-Пас идёт и старый млад, и опытные профессионалы, и предприниматели, и предприниматели молодые, и, соответственно, вот мы пригласили сегодня на мероприятие Артёма Вахрушева и Светлану Свириду, как людей, которые могут действительно экспертное мнение высказать по этой теме. То есть вот Светлана, она уже достаточно много занимается развитием предпринимателей в нашем регионе. То есть это и мнение персонала, и менеджмент, и бизнес-тренинги, и семинары различные. То есть уже есть определённое понимание, и я думаю, Светлана сможет высказать своё экспертное мнение, полезно ли это будет мероприятие наше для местного бизнеса. И, соответственно, Артём, так как руководитель федеральной программы, ты предприниматель, который, в общем-то, делает очень много, большую работу для развития малого предпринимательства, для развития молодёжного предпринимательства, помогает делать первые шаги в бизнесе. Поэтому с точки зрения привлекательности для молодых предпринимателей и вообще ценностей Радислава Гондопаса, я думаю, тоже мы хотели бы услышать мнение. Вот, соответственно, вообще хотел бы ещё отметить касательно мероприятия. Очень мало вообще мероприятий, направленных на бизнес-образование в Архангельске проходит. То есть, да, для линейного персонала много бизнес-тренингов, семинаров и так далее. Да, в принципе, они есть. То есть, в общем-то, спрос удовлетворяется, да, насколько я понимаю. Для бизнеса же, для руководителей, для собственников, для предпринимателей достаточно мало мероприятий, где можно просто даже пообщаться. Вот у нас в регионе очень мало почему-то используется такая вещь, как нетворкинг. На самом деле это очень распространено и в зарубежной среде, и вот Москва, Питер. Когда люди приходят на такие большие мероприятия, они не только получают навыки какие-то по теме именно тренинга, по теме семинара, но и занимаются нетворкингом, то есть устанавливают деловые связи с партнерами, с клиентами. И мы видели, что вот на предыдущих мероприятиях многие действительно это использовали, то есть многие нашли себе партнеров, клиентов даже, то есть начали работу, заключили договоры. Да-да-да, то есть очень много людей не знают, недооценивают именно мероприятия с точки зрения нетворкинга. А вообще я считаю, что это такой большой пласт потенциал для развития, то есть получить навыки и плюс получить деловые связи, заключить контракты, которые еще дополнительный плюс к бизнесу. Хотя многие считают, что стоимость тренинга, она достаточно высока, но на самом деле это даже ниже среднероссийской, те цены, которые мы предлагаем. То есть вот у нас продажи стартовали от 8 990 до 19 990, это VIP дорогие самые билеты, но в принципе это небольшие инвестиции, которые окупаются, если действительно использовать те навыки, те знания, которые получаются. То есть если просто прийти, посидеть, поулыбаться, получить радостные эмоции и уйти и забыть, дальше лечь на диван, то, конечно, это не участники наших тренингов ни в коем случае. То есть мы всегда рекомендуем, чтобы действительно приходить, получать навыки, знания, использовать их на практике. И мы видим такие примеры на самом деле, даже не только в России в целом, но и в нашем регионе по предыдущим мероприятиям. Поэтому в завершении моей речи я, наверное, завершу своё слово. Хотел бы, чтобы Светлана и Артём высказали своё мнение по этому поводу, по ценности мероприятий. Почему идут зрелые предприниматели, почему идут молодые предприниматели, в чём ценность для них. И вообще экспертом не несёт. Может, им не стоит ходить? Или всё-таки необходимо? Я, можно, вот вступлю ещё по поводу немножко стоимости того, что, казалось бы, стоимость для обычного потребителя, физического лица прийти и заплатить 19 тысяч за такой семинар, это, в общем-то, большие деньги. Но если мы сравним стоимость с Москвой и Санкт-Петербургой, там господин Гондопас продаётся по той же самой цене. Но сюда мы можем приплюсовать, первое, это дорога, это проживание в гостинице, и в конечном итоге ваша поездка обойдётся вам в 30-40 тысяч, это минимум, который есть. И поэтому говорить о том, что Гондопас — это дорого, да, в Архангельске, это, конечно, очень условно. Это событие для города имеет большую ценность, это впервые проводится в Архангельске, такого уровня мероприятия. Мы, как со-партнёры, со-организаторы, уже имели некий отклик именно от бизнес-сообщества. Бизнес-сообщество очень активно стало звонить, писать, интересоваться, можно ли получить скидку, как и любые нормальные предприниматели. Но Михаил проявил некую принципиальную позицию в этом вопросе. На сегодняшний день для бизнеса это интересно тем, что топ-менеджмент наелся местных тренеров, он получил определённый уровень знаний, которые может дать Архангельск, могут дать уровень, может быть, приглашённых звёзд, но не такого полёта, как Гондопас. И хочется чего-то всё время свежего и нового. Вырваться в течение рабочей недели на семинар «Москва-Санкт-Петербург» достаточно сложно, поэтому интересно отправлять ни одного, ни двух, ни трёх сотрудников, в том числе и собственников, а, собственно, использовать этот шанс, который Михаил нам любезно предоставил, организовав данный приезд Гондопасом. Вот, наверное, об этом я хотела сказать. Ну и сама я являюсь ученицей Гондопаса именно в видеосистеме по онлайн-трансляциям. Смотрю его тренинги, сейчас доступно это образование. Надо сказать, что лучшего тренера из всего, что я видела, я пока сама не участвовала в подобных тренингах. И это очень практичные знания, которые можно использовать прямо тут, прямо сейчас. И, конечно, тренировка, тренировка и тренировка. Вот это то, о чём говорит Гондопас. Пока ты себя не поместишь в ситуацию, например, публичные выступления, очень много интересного он даёт, пока ты не будешь помещать себя в эти условия, ты не сможешь преодолеть какие-то свои волнения, свой уровень, не сможешь... Что-то я не очень хорошо говорю. Ну, ладно. Не сможешь, в общем... Гондопас меня научит. Свой уровень улучшить, углубить и развить. Спасибо. Спасибо. Я, в отличие от Светланы, не являюсь поклонником Гондопаса. Пока, наверное. Нет, ну, так, шутки-шутки. Светлана, ну, вы вообще всегда говорили, что я лучший бизнес-тренер, а тут вдруг какая-то Гондопас возник. Это не конкуренция. Я, честно, скажу так, что я поклонником Гондопаса не являлся. До недавнего времени не видел, не смотрел никаких материалов. Не так давно, наверное, месяца три назад мой партнёр Антон Беляевский фактически насильно заставил меня послушать книгу, одну из книг Радислава. И я сразу же хочу, ну, скажем так, победить немножко скепсис людей, которые либо не хотят идти, либо придут и скажут, фу, за что мы заплатили такие деньги. Я уверен, что Радислав ничего нового не скажет. И мы очень часто, когда работаем в качестве экспертов, мы тоже не говорим ничего нового. Наша задача, прежде всего, это систематизация. Вот мне кажется, что Гондопас очень здорово систематизирует все те навыки, умения, знания, которые у нас есть, и выстраивает их прямо вот в такую линеечку. Ну, что такое новое, там, в композиции, например, или там работа с целью коммуникации. Вроде бы всё знаем, всё умеем, а не применяем. И здесь сразу же возникает вторая задача, которую решает Гондопас, на мой взгляд, это мотивация. И здесь, опять же, соглашусь, я не буду сравнивать с московскими ценами. Я считаю, что если человек не заплатит за это достаточно приличные деньги, то он никогда в жизни не сможет переводить те знания и умения в навыки. А сейчас важны, и такие мастер-классы важны тем, что вы имеете возможность формировать конкретные навыки. Это то, что мы, скажем так, пропагандируем при реализации нашей образовательной программы в рамках федеральной программы «Ты предприниматель». Всегда можно обладать очень большим количеством знаний, послушать всего Гондопаса, прочитать все его книги, но никогда в жизни живое общение, оно не заменит никаких книг. Потому что книги – это, прежде всего, знания, но максимум там умения. В данном случае мы говорим о бизнес-навыках. Харизму нужно тренировать. Если ты не тренируешь харизму, то она обрастает жирком. Соответственно, Гондопас дает такую возможность тренировать харизму. И мы это молодым предпринимателям, ребятам, которые хотят, интересуются предпринимательской деятельностью, всегда говорим о том, что переводите свои знания в навыки, тренируйте свою харизму и не бойтесь платить даже очень приличные деньги за тренинги таких звезд, я не побоюсь этого слова. Когда мы с Михаилом начали вести переговоры о том, что федеральная программа готова выкупить ряд мест, Михаил так скептически отнесся и сказал, не будет ли это, скажем так, конкуренция некой. Потому что у нас в октябре месяце, в начале октября стартануло наш образовательный проект ежегодно, это профессия предприниматель. И я Михаилу сказал, что конкуренции здесь никакой не будет, потому что наши слушатели, которые не так много их будет, на самом деле мы на конкурсной основе будем распределять порядка 10-15 билетов на Гондопаса, но для того, чтобы получить этот билет, нужно было с 4 октября начать учебу. И если взвешивать объективно, что ты можешь заплатить там в среднем 10-15 тысяч рублей и просто пойти на тренинг Гондопаса, или ты должен трижды в неделю посещать занятия, это совершенно две разные аудитории, на мой взгляд. И те ребята, которые у нас выдерживают вот этот ритм уже с начала октября, мы их, несомненно, поощрим. Да, на самом деле, да, я считаю, что это очень здорово. Спасибо, Артем. Потому что для начинающих, особенно предпринимателей, ценность в том, что вообще задать вектор развития, потому что зачастую на старте не сформировано какое-то мировоззрение, предпринимательское в первую очередь. И, соответственно, задать вот этот тренд развития, вектор развития на старте пойти, чтобы человек пошёл в правильном направлении, не потерял там время и так далее, в поисках себя, своей цели, и работать целенаправленно, то я считаю, это такое большое подспорье, особенно для начинающего бизнеса. Поэтому мы будем рады, на самом деле, видеть ваших учеников на данное мероприятие. Я хочу процитировать ещё одного нашего коллегу, это Александр Белгороков, который в одном своём материале сказал, что выбирай лучшее, и тогда лучшее будет выбирать тебя, потому что А всегда равно Б, если смотреть наоборот, то Б тоже равно А. Такая статья была недавно в наших СМИ, сейчас она на нашем портале есть, не знаю, откуда, кстати, появилась. Но это очень хороший принцип на самом деле, потому что он там приводит такой пример по поводу того, что если ты идёшь по улице Тверской, то скорее ты зайдёшь там, и захотел, пардон, в туалет, то скорее ты зайдёшь в Макдональдс, чем в пятизвёздочный отель. Хотя ты можешь точно так же зайти спокойно в пятизвёздочный отель, и никто тебя не выгонит оттуда. По скриптам, по стандартам люди не имеют права тебя выгнать. Они обязаны тебя проводить, улыбнуться, открыть и закрыть тебе дверь. Так вот, давайте всё-таки выбирать лучшее, давайте выбирать пятизвёздочный отель, а не Макдональдс. Отлично, да. Хотя в нашей христинице и так. На какой площадке будет выступать и сколько билетов ещё? На площадке он будет выступать в актовом зале Дворца пионеров от СДО. То есть мы определялись с площадками. На самом деле в городе не так и много площадок, подходящих для того, чтобы именно провести мероприятия такого рода, и чтобы публика была довольна, не чтобы вместительна. Зал вмещает 480 мест. Ну, у нас ещё больше половины вакантных мест есть, поэтому... Но опять же... Есть тенденция, да? По какой-то билетов. Многие откладывают билеты на последний день, на последнюю неделю, да-да-да. То есть ажиотаж большой, видно, что он есть, но многие откладывают, откладывают, звонят, бронируют. Но на самом деле, чем позднее купили, тем дальше место, уже место фиксируется. И дальше, и дороже, чем ближе стоимость. Да, то есть стоимость у нас росла со временем. Очень быстро купили билеты. Хочу поинтересоваться, а наши места где, которые мы купили сам вначале? На полгоне. Можете не волноваться. Ну, я вот больше общалась с предпринимательским сообществом. Они, понимая, что цена растет с каждым днем, а хотелось отправить там несколько человек, они, конечно, купили заранее билеты, забронировали, чтобы лучшие места им достались, чтобы цена была как можно меньше. Кто раньше покупает, те, конечно, выигрывают. Понятно. Надо еще почувствовать энергетику, потому что, если он ее пускает в середину зала, то по бокам уже там это остатки. Он великий профессионал, и у него нет боков. Он рассказывает, как работать залом так, чтобы не получались бока незадействованы, как работать визуально, как работать голосом, так, чтобы вся аудитория была охвачена. Он в этом великий мастер, и, насколько я знаю, он держал аудиторию 6 тысяч человек. И вот, я думаю, что с 400 участниками он справится легко. А скажите, где он учился своему мастерству? Мастерству учился, ну, во-первых, он по образованию учителя русского языка и литературы, на самом деле, да. То есть у него высшее образование вот по такой профессии. И начинал он как раз свою карьеру вот такую уже там осознанную именно учителем в школе в Одессе, да, в средней школе. И это ему до сих пор нравится, вот именно учить людей. Вот, и постепенно перешел, когда вот 90-е годы пошли, там тренинги начали проводиться, уже какие-то бизнес-тенденции стали с Запада приходить. Он проводил тренинги в Одессе на различные тематики, в том числе, по-моему, что-то и по продажам начинал. Ну, то есть пробовал себя в различных сферах. Да, 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 искал себя. Вот, но потом со временем понял, что Одесса очень маленький рынок, все равно, если становиться лидером, да, к чему он всех призывает, он принял путь, что он лидером хочет быть, лидером на территории СНГ. И он посчитал, что, да, самый крупный рынок вообще на территории СНГ – это Москва. Он переехал в Москву, много лет строил, вообще строил себя, строил свой бренд, то есть учился у лучших преподавателей, кто вот ораторским мастерством именно занимался. То есть я сейчас вот не смогу фамилии сказать, потому что не помню, но вот люди, которые в 90-е были лидерами в ораторской, в ораторском искусстве. Вот, он у них учился, и, соответственно, самая лучшая вообще награда учителю – это когда ученик их превосходит. Да, и вот на сегодняшний день бренд Гандапаса вообще в ораторском искусстве, в лидерстве, в построении личного успеха, профессионального успеха. Он, ну, самый сильный среди вообще тренеров России. То есть в данном случае Гандапас превзошел своих учителей. Можно я еще добавлю, что помимо всего прочего, он еще сам является очень харизматичным человеком. И те знания, которые накладывались, они уже накладывались на его харизму. Он заходит в помещение, и сразу понятно, что это пришел лидер, харизматичный человек. Да, поэтому это не так просто, чтобы получилось. Брал ли он тренинги у таких людей, как вот мы уже слышали, тут Ман, Игорь Бенгароков, Александр? Ну, на самом деле… Я думаю, наоборот должно было. Они общаются, да. То есть во всяком случае с Маном мы общались на эту тему. Игорь Ман с Гандапасом, они в хороших отношениях состоят. И с Белгороковым тоже. И с Белгороковым тоже. Ну, да. Но не в очень близких именно личных, но то, что они друг друга знают, уважают и бывают друг у друга как слушатели, это факт. Ну да, на самом деле, то есть они бизнес-сообщество, оно же именно сообщество бизнес-тренеров, которые вот топовые тренеры, да, которые лидеры в своих направлениях, они очень тесно общаются. Например, Ман был у Гандапаса, Гандапас был у Ману. То есть Ман об этом говорил, да, потому что каждый может что-то внести, скорректировать вот в выступление другого. И на самом деле, что может быть полезно, потому что, ну, в части вот выступления публичные, вообще, я думаю, конечно, с Гандапасом вряд ли кто сравнится. Я, наверное, вопрос к Светлане. Вот какого плана? Вы провели, вернее, в городе прошли уже и тренинги, Игоря Мана, и тренинг Александра Белгорокова, и тренинг Ирины Хакамада, и теперь вот Радислав Гандапас. Есть ли пересечения тех участников, которые были и там, и там, и там, и теперь придут сюда? Да, пересечиваете, наверное, историю? Это как банки кредитной историей. Конечно, конечно. Есть костяк, который очень любит учиться, именно что касается бизнес-сообщества, которые понимают, что если я сейчас не буду развиваться, я не буду повышать свой навык, у нас экономическая ситуация достаточно сложная в стране, то мы будем откатываться назад, поэтому они учатся из раза в раз. На Гандапас, наверное, даже больше спрос, чем обычно, да, вот на тренинге. Я думаю, что будет и новые лица, и много людей, которые пришли именно как физические лица, которые хотели бы действительно чего-то добиться. Буквально вчера вечером я переписывалась с молодым человеком, он говорит, я за что не возьмусь, у меня ничего не получается, но я очень хочу быть предпринимателем. Я ему начала рассказывать про то, что есть вот такой господин Гандапас, попробуй, посмотри. Он говорит, да, я не могу быть лидером, я это понял, благодаря тому, что посмотрел выступление. Я должен пойти на него. Поэтому для многих это будет не просто тренинг рядовой, заурядный, который мы можем пройти в течение года в любой компании. Я думаю, что у многих может поменяться вообще жизнь, мировоззрение, и может быть измениться там социальный статус и все утекающие оттуда последствия. Это может быть целым событием в твоей жизни. И опыт подсказывает и доказывает то, что бывают тренинги, после которых меняется жизнь. Я думаю, это про него. Светлана, вы прямо меня проняли. Я схожу обязательно. На самом деле, еще раз хочу подчеркнуть, очень хорошая мысль была высказана коллегами, что важно туда попадать командами. Потому что, когда идет команда, которая вместе работает, это либо партнерская сеть какая-то. Мы в данном случае тоже команда, мы партнерская сеть, мы очень плотно взаимодействуем, хотя у каждого из нас свой бизнес. Но важно попадать и коллективами рабочими, и командами партнерскими для того, чтобы формировать вот этот общий вектор по мировоззрению. Потому что это как вот с тайм-менеджментом. Раз ты занимаешься своей личной эффективностью, это один уровень. А второй уровень, когда ты бациллу тайм-менеджмента начинаешь распространять вокруг себя и заражать ей своих коллег. Тут то же самое в плане коммуникации. Это позволяет воспитывать какой-то общий уровень. И люди лучше понимают друг друга. А второй уровень это несомненно нетворкинг. И здесь я Михаилу хочу высказать огромную просьбу, чтобы в следующем году к нам приехал специалист по нетворкингу, потому что там тоже есть определенные технологии. Сетки нужно создавать. Сетки знакомых, деловые слоистые связи нужно создавать. Я думаю, что тренинг Бандапаса этому тоже поспособствует. Я думаю, да, потому что у нас вообще очень мало мероприятий, согласитесь, где собирается бизнес-сообщество, деловое сообщество, где можно пообщаться и в неформальной обстановке. Потому что одно дело, когда кто-то кому-то напрашивается на встречу и построение разговора строится по одной схеме. Зачастую невозможно какого-то человека увидеть, попасть к нему. А здесь, когда человек в неформальной обстановке на кофе-брейке, можно просто на равных пообщаться и в общем-то договориться о многом. Ну вот говорят, что предприниматель это человек, который видит вокруг возможности. Так вот, это использование того шанса, тех возможностей, которые предоставляют бизнес-обучение. В Архангельске вообще бизнес-сообщество оно небольшое, и с ним познакомиться достаточно просто, ходя на такие мероприятия, на аналогичного рода мероприятия. Поэтому надо обязательно использовать свой шанс и обмениваться визитками, как это сделал Игорь Ман в начале своего тренинга. Когда он к нам приезжал, он сказал, ребят, давайте поменяемся визитками. И для Архангельска, который сначала обычно на семинарах сидит так замороженно, мы ни с кем не общаемся, ручки в боке, все посмотрели вокруг и начали потихонечку, потихонечку раздавать свои визитки. К концу семинара, я так понимаю, что уже все обменялись визитками. Это очень положительный такой опыт был. Да-да-да, конечно. А дальше, что было продолжение истории? Визитками ты обменялась? У Светланы всегда есть продолжение истории. Она это умеет делать. Светлана витворкинг использует на 100%. На самом деле, ну это, да, пример очень хороший. На самом деле, сейчас есть такая тенденция, вот мне недавно рассказали, по поводу, если сравнивать вообще цены, дорого это, недорого, коллеги из Москвы рассказали, что руководители устанавливают такую систему мотивации, приходит человек к ним на зарплату 25 тысяч рублей менеджером по продажам. К нему он приходит и говорит, вот у тебя 25 тысяч рублей, и вот такой справочник телефона, и начинай продавать. Мы можем поступить с тобой по-другому. Ты можешь у меня лично, как у своего руководителя, купить два мобильных телефона, двух ключевых клиентов. Я тебе их продам, каждый стоит по 10 тысяч рублей. Если ты их купишь, с вероятностью 80% у тебя будут два хороших контракта, на которых ты разживешься. Ты можешь прийти ко мне дальше и купить снова телефоны. Вот здесь предоставляется возможность за 15 тысяч рублей купить такое количество телефонов. 480. 480. Даже если половина. И когда могут стать потенциальными партнерами, то цена одного контакта, даже не считая гандапаса, она ничтожна. Да, лично я вот себе ставлю задачу, когда иду, извините, чтобы перебила. Да, иду с целью принести два контракта. Я как человек продающий и руководитель всегда должна иметь некую цель, помимо того, что получаю здание, и получается совмещение приятного с полезным, бывает и больше. Это приятно. Можно еще один вопрос Артему, но может быть не совсем по теме нашей сегодняшней пресс-конференции. Как вы оцениваете состояние предпринимательской среды, молодого предпринимательства в Архангельской области в целом, и в частности в Архангельске? Я сейчас, да, вот обычно в такие моменты все общественные организации, общественные движения начинают выть, рассказывать про непомерные налоги, про прочие вещи. А я хочу сказать, что, во-первых, есть общероссийские исследования, во-вторых, есть наши локальные исследования. Сегодня, если зайдете к нам на сайт, можно пройти такое тестирование, оно федеральное, на самом деле, называется «На склонность к предпринимательской деятельности». И вот есть вещи, скажем так, внутренние, а есть вещи внешние. Если говорить про внутренние вещи, то мы находимся в очень неплохом тренде, даже несмотря на то, что много молодежи уезжает. Те, кто остаются, мы находимся в общем мировом тренде. 7% людей, которые проходят тестирование, являются природными предпринимателями. Это общий мировой показатель. По нашим исследованиям, 3 года, 3,5 тысячи человек мы опрашиваем, 47% людей готовы заниматься предпринимательской деятельностью в случае такой необходимости. Это так называемые вынужденные предприниматели. Здесь мы, опять же, в хорошем тренде находимся. Есть достаточно, ну, скажем так, более широкие исследования. Это исследования компании, например, Эрнстон Дьян, которые провели недавно исследование в рамках Российской Федерации. Несмотря на то, что считается, что количество предпринимателей у нас снижается, молодежь не хочет идти, вот я рекомендую посмотреть эти исследования. Тренды у нас очень даже неплохие. И в последние годы наблюдается даже прирост от 5 до 7% прирост по регистрации предпринимателей, в том числе и среди молодежи. У нас сейчас очень много хороших, крепких, качественных проектов. Не только там банальные сервисы по продаже чего-либо там, да, или интернет, как это сейчас принято. Есть очень хорошие производственные проекты, в том числе и инновационные проекты. И они в Архангельске есть, и на них можно будет посмотреть. Я воспользуюсь случаями, анонсирую, что 28-30 ноября у нас пройдет форум молодых предпринимателей, уже 4-й в Архангельске. Это наше такое кульминационное событие по программе. То есть мы подводим там итоги, мы показываем те достижения. И вот одно из мероприятий – это будет выставка предпринимательских достижений. Мы ее пилотно отработали на команде 29. Здесь она будет несколько шире представлена. И там можно будет посмотреть, как люди там, не знаю, превращают хобби в бизнес, достаточно высоко доходный. Как люди, не знаю, берут патенты своих дедушек и делают инновационные, современные классные проекты. Как люди уходят из большого бизнеса, в том числе возвращаются из Москвы, и здесь делают на месте хорошие, крепкие проекты, и никуда они уезжать не хотят, либо сейчас хотят в данный момент жить здесь, на этой территории. Поэтому, естественно, ситуация не становится проще. Ну, а кто говорил, что она должна быть простая? Мы же ведь не социальные работники, да, и тренд только один. У государства на сегодня не должно быть, ну, скажем так, государство не должно, на наш взгляд, поливать и удобрять растения предпринимательские, да, и вот так вот на них дышать с трудом. Государство, у государства одна задача – не класть асфальт там, где мы можем прорасти все, а остальное все – это наша задача. Спасибо. Ну, проектов-то скажите, что хороших много. Проектов очень много. Проектов очень много хороших. И потенциал хороший. Проект, когда недели поговорим. Можно, пожалуйста, еще спросить, вот для нашего бизнес-общества, Афганской области, насколько полезны и эффективны вот эти вот тренинги, которые, то есть приезжают разные, да, бизнес-тренеры, и насколько вот подсчитано это, или там есть какие-то отзывы, или это видно, вот есть результат данной деятельности, ну, то есть для наших бизнес-сообществ, предпринимателей, которые ходят на эти тренинги. Ну, сказать однозначно, что есть какая-то цифра, конечно, такого нет, но у человека всегда есть выбор. Вот если ты идешь отсидеться, посмотреть, тебя отправили, тебе не хочется, у тебя выходной день, но ты пришел на тренинг, конечно, после этого эффективность, она равна нулю. То есть мне не хочется это применять в дальнейшем. Есть другая жизненная позиция, это вообще касается не только бизнес-тренингов, но и любых других. Когда ты приходишь, и ты активно работаешь, ты включаешься в процесс, ты пытаешься запомнить, ты все равно все не унесешь. Но 70% из того, что ты услышал, записал, в чем ты смог потренироваться на тренинге, это тоже очень распространено, такая интерактивная форма, то ты уносишь. И это уже выбор каждого из тех, кто приходит. Это первый момент. А второй момент, это еще ресурсы тренера, который перед тобой выступает. Если гандапас, да, это профи, то бывают тренеры, которые назвали себя тренерами, хотя таковыми не являются, не отрабатывают мотивацию участников на самом мероприятии, и поэтому люди не включаются активно в работу. Тут вот есть два таких момента. Как правило, собираются отзывы. Показатель эффективности очень простой. Вот если Михаил, несмотря на непростые, скажем так, условия ценообразования и непростые условия, соберет 400 человек на это мероприятие, это и будет показатель эффективности. Потому что если люди готовы, даже такое непростое время, хотя на самом деле мне кажется, что пока кризис у нас только в головах у всех, они готовы платить деньги и тратить 8 часов среди рабочей недели, вот это и будет показателем эффективности. А если не соберет, ну тогда, увы, ях. Тогда это будет наше конкурентное преимущество, потому что мы являемся предпринимателями, и тогда только мы получим уникальную возможность перевести наши знания в умения и навыки. Ну и плюс талант еще у Михаила здесь в продаже этих билетов. Так это ведь и показывает эффективность. Чему ему научил? Ман, Кот, Долгороков. Я не стал застрять его именно на цифре 14, потому что... Ну я условно, да. То есть если будет некое сообщество, если серьезно, то если мы увидим некий срез, тогда мы и поймем, что действительно люди заинтересованы, люди понимают то, что... То есть а сколько у вас требований будет, да? Ну сейчас вообще ведь на сегодня, вы поймите, что любого тренера его можно потрогать, пощупать через книги, через аудио, через видео, да, материалы. И для меня, например, Гондопас не вызывает никакого сомнения, скажем так. То есть я готов на него идти, я готов платить за него деньги, потому что я знаю, что в любом случае программа «Минимум», я смогу, во-первых, еще раз систематизировать свои навыки, то, что достаточно много приходится публично выступать. И второе, я вот уже перед встречей рассказывал, тоже очень хорошая штука. Я, например, и господина Мана, и господина Кота, и господина Белгорокова сразу же на мероприятие, ну у меня есть такая возможность подойти, но такая возможность есть на самом деле у каждого. Я каждому из этих товарищей попросил, сделал одно предложение, вернее, высказал одну просьбу. Можно ли покритиковать, потому что помимо общественной позиции, общественной нагрузки, там, в виде федеральной программы, у нас есть свой действующий бизнес, да, я отправил тому же Дмитрию Коту кейсы, коммерческие предложения, инфографику, которую мы изготовили в последнее время. И совершенно бесплатно, так как он на ажиотаже наобещал мне, он мне это всё очень качественно разложил. Перед этим мне также точно качественно разложил всё Игорь Ман и Александр Белгороков, ну мы с ним больше разговаривали про Рим, хотя по делу он тоже мне кое-что помог, посодействовал. Даже только то, что я получил три бесплатные консультации специалистов такого уровня, уже всё окупили просто. Ну да, конечно. Ну и надо быть, не знаю... То есть потом поставили, да, и сделали там определенный вывод. Конечно. И сразу же начал использовать. Использовал свой шанс. Я предприниматель. Нет, просто смотрите, на самом деле очень хорошую штуку сказал Игорь Ман. Он сказал, что, ребят, всё это бесполезно и бестолково, если вы в течение суток не делаете раз, два, три. И когда мы работаем в качестве экспертов, в качестве бизнес-тренеров, мы всегда говорим то же самое. Но если мы сами это говорим, мы должны так же и делать. Поэтому после каждого такого мероприятия, чтобы оно было и стало для вас эффективным, вы должны записать. Вот я всегда в блокнот и своим слушателям рекомендую, сам записываю только раз, два, три. Если вы эти раз, два, три сделали, там, три вещи, три приёма, три навыка, три письма, всё что угодно, три коммуникации на новом уровне для вас, правильно формулируете вопрос, переформулировали своё коммерческое предложение, вышли не на 100 человек, а на тысячу и выступили, то тогда это эффективно. Если вы этого не делаете, ну, тогда за 15 тысяч вы получаете цирк Дюссалей в развлечении, почему нет? Я бы хотел отметить, да, здесь ещё вот существует вообще такой стереотип в нашем бизнес-сообществе, что многие считают, вот мне некогда ходить на тренинги, у меня вот работа, мне нужно заниматься, руководить, да, 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 да. То есть это вообще-то тотально может быть. Но это на самом деле неправильно, то есть практика показывает, что именно настоящие лидеры неправильно выстраивают процесс, то есть ты за текучкой не видишь вот этих вот возможностей, которые ты можешь туда внедрить. То есть да, у тебя текущий бизнес, ты работаешь изо дня в день, там, одно и то же, одно и то же, и ты не видишь, что другие ходят, учатся, внедряют. И пока ты вот в этой текучке сидишь-сидишь, тебя уже другие обходят, потому что они внедряют те современные инструменты, те технологии, которыми их обучили. Мы же видим вот даже на примере нашего, да, Архангельска, очень многие вот предприниматели, которые вот старые волны 90-х, 2000-х, они начинают уже подавать какие-то сигналы о том, что вот сложно там, арендные ставки не повышают и так далее. А почему? Потому что они вот как в 2000-х годах в начале зашли, я не беру 90-х, а вот именно 2000-х, когда там более-менее цивилизованный бизнес начал строиться. И они вот до сих пор так работают, работают, работают по накатанной, потому что рынок рос. А тут приходят конкурирующие сети, там, московские, из других регионов даже, не обязательно московские, из других регионов более развитые, которые занимались, обучали персонал, обучали руководителей, внедряли все технологии. И не за счёт просто отточенных бизнес-процессов, ведь вот взять в ряде отраслей, есть колоссальная разница, приходишь ты в местный магазин или в федеральный магазин, то есть бросается в глаза обученность персонала, матрица товарная, мерчендайзинг, вообще процесс продаж, как выстроено, ценность тебя как клиента, то есть забота о тебе как о клиенте. Это вообще очень сильно бросается в глаза. И мне кажется, вот в ближайшее время, оно как раз вот такое, в ближайшие годы они во многом расставят всё по своим местам, когда те, кто учится, они будут динамично расти, они будут обходить тех, кто просто вот так вот говорит. Сейчас очень важный тренд и очень важная тенденция, когда раньше мы говорили о том, что мы там вкладывались в основные средства, как предприниматели, потом мы вкладывались в продвижение, потом мы вкладывались в персонал, а сейчас главный тренд для предпринимателей и для руководителей это прежде всего вложение в себя. Если вы не инвестируете в себя, то никогда в жизни вы потом не сможете объяснить и задать новый вектор развития там своей команде, своей отрасли, своей компании. Вкладываться нужно в себя. И если есть возможности не только в себя, то приведите ещё с собой топ-менеджеров своих хотя бы. Эту бациллу нужно распространять. А то, что вот Михаил говорит, что уже наблюдаются там некоторые тенденции, да они не наблюдаются, они всерьёз развиваются. Просто это не видно, скажем так, обывателю. На сегодня и в Архангельске, и в Архангельской области несколько достаточно серьёзных предприятий либо дышат с трудом, либо уже легли и сложили ручки-ножки. Хотя ещё 2-3 года назад я являюсь руководителем аудиторской компании, и многие предприятия знаю и изнутри, и знаю, как человек, который там продаёт эти услуги компаниям. Тенденции такие, кто 2-3 года назад рассказывал, что им не нужны никакие нововведения, и не хотят ничего инвестировать в своё развитие, в развитие своего персонала, они на сегодня многие легли. Некоторые продолжают работать, ну, значит, их время ещё не пришло. Просто нужно понимать, что мы и так отстаём от… Я не люблю сравнивать с цивилизованным миром, но мы отстаём от общемировых трендов. С опозданием на 5 лет это приходит в столицу, с опозданием ещё на 5 лет это приходит к нам. И у нас только один выход – либо ездить и смотреть, что есть там, и брать то, что нам подходит, и возвращаться, и получать здесь конкурентные преимущества, либо сидеть и ждать, когда нас догонят оттуда. Никто из коллег не задаёт вопрос, может быть, это последний. Скажите, каков процент? Не берём в сферу услуг, но в сферу производственную, то, что Вы сказали, там, кто на лавном нужен, кто умирает, там, это самое. Есть ли среди них слушатели Гандапаса? Слушатели Гандапаса? Ну, на самом деле, к нам приходят именно те, вот, и на МАНа приходили, и на Гандапаса, идут именно те, кто хочет развиваться, кто хочет двигаться вперёд, и на самом деле это видно, потому что те, кто вот на ладан дышит, и уже там, они вас, ну, они не ценят, они не понимают этого, на самом деле. У нас есть гиганты, допустим, да, производственные, Архангельский ЦБК, там, ЛДК номер 3, к примеру, да, кто там ещё, КСКМ, да, Кузнечевский комбинаст. Они не учатся. Нет, ЦБК у нас есть, например, ЦБК на Гандапаса, но в частном порядке. Они не думают, когда мы позвонили в Новодвинский наш завод, тоже предложили, извините, да, что тоже перебила, и сказали, вот, есть такая возможность. Это было и с Игорем Маном, и сейчас, и они говорят, для того, чтобы нам это согласовать, всё, мы на местах, мы хотим, но для того, чтобы нам согласовать, мы согласуем, когда уже мероприятие пройдёт, стоимость, да. У нас больше, вот, по бизнес, да, если в среде говорить, то действующих предпринимателей больше откликнулось, например, торговые компании, торговые сети, они в большом количестве отправляют, некоторые делали запрос на проведение индивидуального тренинга, но по стоимости, конечно, это получается очень невыгодно компании проводить, поэтому они пользуются шансом и отправляют сразу, там, 6 человек, например, на тренинг. А я вам скажу, нет, а я вам скажу, что, на самом деле, вот на Игоре Мане я встретил одних своих клиентов, это производственная компания, у которых как раз они работают, там, с 90-х годов, не меняли с 90-х годов свою технологию, свою бизнес-модель, и мы с ними, наверное, в прошлом году оказывали им комплексные управленческие консалтинги, я встретил, они целой командой пришли на такие вот мероприятия, приходят на такие мероприятия, потому что у них глазки открылись. Ну да, очень правильно, конечно. Это производственная компания достаточно серьезная. Да, это очень правильно. То есть просто есть компании, которые не готовы вкладываться, и сотрудники идут просто за свой счет оплачивают. Есть ли транспортники среди будущих слушателей Гондапаса? Среди Гондапаса, наверное, нет, на Мане были, причем транспортники, которые неоднократно на протяжении нескольких лет следуют за Маном и в Питере, и в Москве, и ходят командой. Да, это фанаты, да, местная компания. Так же, как у Гондапаса. И результат которых на самом деле виден, и они сами говорят, да, мы внедряем Ману. Я напоминаю, что вы не пользуетесь общественным транспортом, а это как-то видно? А, именно пассажирский имеете в виду транспорт? А, пассажирский транспорт, наверное, нет, потому что... Частные такие перевозчики, да, они закрыты. Грузовые, морские, контейнерные, вот такого типа, да, то есть кто... Хотя наша местная транспортная компания, которая на уровне, да, вот автобусы, они учатся, учат свой персонал, но там есть некоторая сложность. Подбор туда персонала, да, который бы квалифицированно проходил обучение, и который бы задерживался на рабочем месте, поскольку там есть некая сложность с текучкой персонала. Они только начинают какую-то систему внедрять, обучать, люди сменились, надо снова, нужна система. И, наверное, сложность там несколько в другом. Не в обучении, а в подходе и работе с персоналом именно по системе удержания, адаптации, выработки лояльности к предприятию, за счет чего это достигается. Потому что сервис в автобусах предоставляет, условно, это водитель и человек, который всем выдает билетики. Так вот, для того, чтобы они работали качественно, для них нужно создавать условия. Вот об этом нужно говорить. А обучение — это следующий этап. То есть вот когда базовая проблема будет устранена там, тогда можно уже переходить и дальше. — В другом этапе, да? — Да, там есть такая сложность. — Кондукторов и водителей все учить ВИНКУ. — Запросто, запросто. — Я прошу прощения, перебью, пока ты кипел, да? Общий вопрос в том, аудитория постоянно одна и та же на тренингах? Или все-таки как-то она меняется? Кто-то приходит постоянно, кто-то уходит. То есть, ну вот, все равно же в любом случае, каждый тренинг, он из себя, больше, наверное, индивидуально, да, каждого несет. Люди приходят, они возвращаются. То есть я вот лично, да, был только на Белогорокове. Ну, я вот так. — Вы довольны? — Я очень доволен. — Пойдете? — Да, я пойду. Это в любом случае, потому что для меня это лично надо. Ладно, это потом. — Хорошо, я вам позвоню. — Аудитория меняется, постоянно меняется или все-таки она остается единой, то есть каждые люди постоянно ходят? — Костяк есть, костяк есть, да, в любом случае, да. Просто от специфики меняется, то есть если вот там Ман, вот у нас Ман, Дмитрий Кот, там тоже Александр Долгороков, да, они применительно какой-то практической деятельности, вот бизнес, бизнес в какой-то сфере, да, маркетинг, продажа и так далее. Гандапас — это более широкий, то есть здесь идут и просто люди, которые просто работают, да, и не обязательно руководители. — Если есть тренинги, то есть бизнес-тренинги, а есть тренинги личностного роста, то у Гандапаса вот этот тренинг, он также еще связан не только с бизнес-технологией, но и с личностным ростом человека. — А это что вы, кстати? — А это тренинг, это лидерство, на тему лидерства, да, построение вообще лидерской стратегии личного профессионального успеха. — Да, поэтому говорить о том, что это только бизнес-технологии было бы неверно, поэтому аудитория, она сильно расширяется, и поэтому те, кто хотят приобрести уверенность, уметь работать с другими людьми, публично выступать, свою харизму, да, тренировать. — Ну, вообще, да, развивать себя, развивать вообще свою компанию, свой бизнес, если не таковой, и карьерный рост, да, строить. — Да, просто себя. — И вообще, даже личная жизненная стратегия. — Сейчас очень много людей сняли вот этот скепсис, потому что ведь до этого звезд такого уровня, да, как МАН, например, их в Архангельск никто не возил, и здесь Михаилу огромное спасибо, что он в части населения снимает этот скепсис, что это не просто там какие-то алхимики-шарлатаны, которые приехали, получили гигантский гонорар и уехали, это люди реальные практики, которые дают практические навыки и полезности. И я думаю, что на Гандапасе будет аншлаг, потому что публика уже подготовлена, и пойдут даже те, кто раньше скептически относился, потому что мы сейчас очень много слышим, что «а, ты был на мане», да, «ой, слушай, здорово, здорово», а мы так вот решили, что не стоит, да. — Пропустили события, потом жалеют, и потом они догоняют. Вот кто не был на Белгорокове, так же, да, они «о, нам столько рассказали, нам столько рассказали, а нас не было». — Здесь как раз включается вот этот элемент нетворкинга, когда люди начинают рассказывать, да, ведь там на том же «Мане» было больше ста человек, на «Коте» у нас только было больше ста пятидесяти человек плюс второй мастер-класс, это всё, и это всё разные аудитории в данном случае, и сейчас уже информированность очень широкая, поэтому… — Люди добавляются, новая кровь приходит. — Да, нужно просто развиваться, не стоять на месте, поэтому это самое главное. — Два года назад предприниматели некоторые говорили как «о, тренинги, не, нам это не интересно, мы очень успешны, у нас всё круто». Что происходит сейчас? Они понимают, что конкуренция настолько высока, что если мы так же будем говорить, то мы окажемся в той ситуации, о которой говорил Артём, что будем непонятно как загибаться, и вообще неизвестно какие перспективы будут, поэтому обучение… Вообще успешные компании сейчас… Успешность компании определяют по бюджету, который выделяется на обучение своих сотрудников. — Да. — Да, это последняя тенденция. — Мне потом расскажете про норматив, которую вы уже… — Да, да. — Спасибо. — Ну да, ну да, ну наверное, на этом мы и завершим, да, пресс-конференцию, к тому же если будут вопросы, мы готовы индивидуально ответить. Продолжение следует...